Ребята, нам повезло, просто ворота открыты, они всегда закрыты, мы сейчас, конечно, постараемся зайти. Классная тюрьма, я бы не отказался от такой, наверное. Я, конечно, иногда так приподнимается платье, но, а что поделать, если ветрено? Буду вот так придерживать, если вы не против. Так и вижу, как влог спускался сюда и поднимался. Прорезиненно чистый. И ты встаешь, и ты совершенно абсолютно, даже без постилочки, ты нормально посидел. Мы сегодня с вами совершенно в такой, не в парадной части Петербурга. Мы находимся в Коломне. И это такая некая окраина центра. Отсюда вроде бы и до Маринки 10 минут пешком, но в то же время вы оказываетесь в каком-то таком изолированном кусочке города. Куда, как правило, не ступает нога обычного туриста. И только такие любители укромных уголочков, как мы с вами, сюда забираются. Тем не менее, здесь есть свои точки притяжения. И вот за моей спиной одна из них – это печально известная больница Святого Николая Чудотворца, психиатрическая лечебница. И она известна своими пациентами. При Хрущеве был подписан такой закон, что всех неугодных власти нужно бы подлечить, потому что они считались сумасшедшими. И их сюда насильно, как в тюрьму, определяли. Здесь будет сидеть Бродский несколько месяцев. И Бродский потом напишет, что это был самый худший период его жизни. Можете себе представить. Он говорил, что это хуже тюрьмы, потому что в тюрьме ты, по крайней мере, знаешь срок, а здесь абсолютно непонятно. Тебя могут и на два года, и на три. Может быть, ты вообще отсюда не выйдешь. Методы были самыми ужасными. Вот Бродский вспоминал, что тебя могли посреди ночи медбратья разбудить. Окунали тебя в ледяную ванну. И крепко-накрепко окутывали простынями. Или такими длинными парусиновыми тканями. И сажали около батареи, чтобы это все на тебе высыхало. А простыни, высыхая, буквально впиваются в тело. Можете себе представить, насколько это было больно. Это так называемая укрутка была. Шемякин тоже здесь посидел. И он вспоминал, как его уже, в свою очередь, от буржуазного искусства лечили. Говорит, лежишь ты, например, книгу читаешь в палате, а тебя могут посреди ночи, к тебе врываются медбратья, уводят тебя в отдельный кабинет. А там стол. Тебя привязывают к столу. Напротив тебя какие-то, значит, прожектора. Все это светится. Какие-то тебе клеммы прикрепляют. И начинают произносить фамилии. В наушники тебе уши вставляют. Значит, Репин, Шишкин, Ивазовский. И потом просто истошным криком. И одновременно с этим включаются все эти прожектора. Пикассо. Чтобы у тебя выработался со временем такой рвотный рефлекс на неугодных художников. Мне сейчас, кстати, вспоминается фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Мы сейчас с вами на Матисовом острове находимся. И если говорить о Коломне, то это такая вообще Коломна на максималках. Потому что здесь даже в самый разгар рабочего дня и выходной день, и когда бы сюда не приехали. Вот мы сейчас идем по проезжей части, на секундочку. Еще пока ни одна практически машина не проехала. Ну или дай бог проедет одна в 10 минут. Гуляя, вы встретите максимум пару-тройку человек. То есть это такой вот рай для социопатов, рай для интровертов. Кстати говоря, маленький островок, но вот здесь находится Матисов дворик. Это отель. Такой невзрачный с виду, но вполне симпатичный внутри. Там даже такая мини-галерея портретов Романовых висит. Поэтому если вы жесткий социопат, и вы хотите в Санкт-Петербурге где-то обосноваться ненадолго, то вот прям я вам сильно рекомендую Матисов остров. Коломна стоит на шести островах. Вот Матисов один из них. И когда мы говорим Матисов, может быть, у нас с вами возникает такое, знаете, поветрие импрессионизма. Чем-то таким повеяло. Может быть, это было связано с какими-то художниками. Ничего подобного. Матиссом звался Мельник, который здесь жил еще в петровские времена. И дети Матиса, они катались на лопастях Мельницы. Там действительно стояла Мельница. И они завидели шведские корабли. Естественно, Матис уведомил императора. Тот ему выписал охранную грамоту. И с этого момента остров начали называть Матисов. Сегодня это такой укромнейший уголочек, огороженный берегами реки Пряжки. И в то же время до центра буквально рукой подать. Очень странное создается ощущение. Но уже в наше время было масса идей, что здесь можно такое придумать. Если бы нашлись спонсоры, на самом деле, я думаю, что могли бы что-то такое изобразить в стиле Новой Голландии. Ну или что-нибудь наподобие другого культурного кластера. Ну вот в 2000-х годах был человек действительно, Роман Шустров. Это кукольник и скульптор наш известный, кстати, автор того самого Петербургского ангела. Он здесь хотел сделать город мастеров, чтобы здесь были и мастерские художников, и какие-то репточки. Потому что неподалеку Мариинский театр. И чтобы здесь был такой вот кластер художников. Но, к сожалению, в 2020 году он умирает, и вот не сбылось. Что будет в ближайшие 10-15 лет с Матисовым островом, абсолютно никто не знает. Ну, если вы хотите насладиться тишиной и покоем, и пока здесь нет никаких новостроек, а они вполне могут появиться, то я вам советую поторопиться, конечно же. Возвращаясь к больнице Николая Угодника. Ну вот видите, одна машина все-таки проехала. Ну, одна, не беда. Ой, еще одна. Ну, это совсем не то, когда ты идешь где-нибудь по Невскому проспекту или, я не знаю, на восстание на Петроградской, и там просто спасу нет от людей. Так что, вот такие были методы лечения неугодных властей. Могли вообще колоть и сульфазин, и серу. А это вызывало адские боли у пациентов. Они продолжались там до трех суток. Их поднималась температура 41 градус. И представьте, вот человек в такой отключке, находился три дня, потом потихонечку так вот восстанавливался, и заново, и заново, и вот ему эти процедуры. Из такого самого ужасного, например, вам могли вколоть в лопатку или в ногу газообразный кислород. Он раздувался, и создавалось ощущение, что у вас просто наживую сдирают с вас кожу. И сутки продолжалось это ощущение. И потом, конечно, опять заново. У Шумякина развился сильнейший потом абстинентный синдром, и ему пришлось на Кавказе чуть ли не год жить отшельником. И только потом он более-менее восстановился. Ну, а вот река Пряжка, которая здесь так неспешно течет, она когда-то называлась вообще-то Чухонкой. А потом вот сюда, на эту сторону, перенесли предельные амбары, что это было пожарное, опасное такое учреждение. И речку, соответственно, стали называть Пряжкой. Естественно, какая колонна без музея Блока. Мы уже медленно, но верно к нему подходим. И вот этот дом, который как бы таким углом утыкается в берега реки Пряжки. В августе 2012 года блок здесь поселится, и не случайно он выберет именно это место, потому что туда дальше по офицерской, это бывшая офицерская улица, ныне Декабристов. У меня, конечно, иногда так приподнимается платье, но а что поделать, если ветрено. Буду вот так придерживать, если вы не против. Вот, значит, в августе он сюда переезжает. Квартира ему очень понравилась, потому что он даже потом матери напишет, вот мы скоро переезжаем, и вид из окна потрясающий, потому что я вижу и Адмиралтейские верфи, залива не видно, но я чувствую вот этот пряный соленый морской воздух. Блок жил на четвертом этаже, его квартира номер 21, пятикомнатная. И вот угловая, угловой балкон, который мы видим, это вот непосредственно столовая была, такая веерообразная в плане. И можно себе даже представить, какой он видел чудесный вид из окна, а набережная реки Пряшки тогда не была одета гранитом, это все было попозже сделано. То есть естественные берега, старый тихий уголок Петербурга, уголок Коломны, Матисов остров. Вот там вот были бани, такие вот подслеповатые, обшарпанные здания бани, куда Блок наверняка тоже ходил. Кстати, мостик, на котором мы стоим, называется Банный. А Блок его в шутку еще называл мостом вздохов, потому что здесь, естественно, собирались его поклонницы, и наверняка вздыхали по Блоку, он их видел. Блок, конечно, был красавчик, он был такой вот с голубыми глазами пронзительными, настоящий поэт. Вот от мозга костей до мозга костей он был, конечно, поэтом. И в этом доме он поселяется со своей супругой, Любовью Дмитриевной Менделеевой. Дочерью того самого Менделеева. И вот это был такой страннейший брак. Назвать его счастливым очень сложно, потому что, как вы все знаете, Блок был символист. А что это подразумевало в обычной жизни? Он увлекался идеями философа Владимира Соловьева с этими всеми исканиями прекрасной дамы, вечной женственности, вечной жены. И он вот эту вечную жену нашел в Любови Дмитриевне. И когда он ей сделал предложение, то есть они сыграли уже свадьбу, и в первую брачную ночь он ей популярно объяснил, что, Любочка, извини, но плотской любви между нами не будет. Потому что это все тлен, это все грязь, это все астартизм. Это он вспоминал такие культы астарты, поклонения богине. Значит, астарты, что это все такая чернь, плоская любовь, это все растлевает, разращает. А у нас будут с тобой возвышенные отношения платонические. Ну, конечно, Любови Дмитриевна, сказать, что она удивилась, наверное, ничего не сказать. У нее, конечно, были попытки потом соблазнить своего собственного мужа. И даже что-то там было один разок. Такой интересный жук, который бегает вокруг себя. Но это ничем не увенчалось. То есть там как-то все на этом закончилось. И в итоге что? А вот у Блока было некое раздвоение. Он, с одной стороны, боготворил буквально вот эту любовь Дмитриевну, и он действительно с ней прожил до конца своей жизни. Никуда ее не отпускал. Но, с другой стороны, он совершенно спокойно ходил к проституткам. Потом у него были связи и другие, например, там с актрисами, с танцовщицами. И было вот такое разделение. То есть вот здесь грязная плотская любовь, а вот здесь вот вечное женство и свечная жена. Ну, дошло в итоге до того, что Любовь Дмитриевна ему начала изменять с Андреем Белым. Это тоже известный поэт-символист. Тут, конечно, нелегально перейти. Сейчас перескочим. Что-то машины не кончаются, заметь. Может быть, после вот этой я пойду. Нет, никто не пропустит. Но они и не обязаны, конечно, здесь пропускать. Значит, Любовь Дмитриевна была уже потом и с Андреем Белым. Там была такая связь на годик примерно. И Блок, естественно, обо всем знал. Ну, а что ему было делать? Он вообще был очень немногословен на этот счет. А я думал, сейчас перебежать, кстати. И говорил, ну, что ж, я очень рад. Очень рад. И ничего не было подел... О, вот сейчас. Вот сейчас. Наконец-то маленький промежуточек. А потом вообще была ужасная ситуация. Естественно, там Андреем Белым все не ограничилось. Потом, значит, Люба закрутила с каким-то актером. Она была актрисой, он такой, знаете, вот начинающей. Не то, что начинающей, любительской, непрофессиональной актрисой. Но из-за того, что ее отец был очень богатым, она могла себе позволить и у Мейр Хольгу играть, кстати. И потом она с каким-то актером закрутила. И даже забеременела от него. Ну, Блок, естественно, об этом узнал. Потом даже как-то воодушевился, что вот родится ребенок, и вот мы будем его воспитывать. Но этот ребенок не прожил даже и девяти дней. Он умер. Блок был разбит, не знаю, не меньше, если даже больше. Любови Дмитриевны, и потом он напишет стихотворение даже на смерть вот этого ребенка. Музей здесь откроет, музей-квартиру Блока, откроют уже в 80-х годах стараниями его жены, которая его переживет на 18 лет аж. И она собирала все буквально по крупицам. Каждую там записочку, каждый маленький предметик, связанный с Блоком, она все это собирала. Это все хранилось сначала в Пушкинском доме, а потом вот открыли уже здесь музей. куда мы сейчас попробуем зайти. В сам музей мы, конечно, не пойдем, но там не менее живописная и поэтическая и поэтичная решетка. Вот. Вот фонарь прекрасный. Так и вижу, как Блок спускался сюда и поднимался. Мне это место еще очень близко, потому что когда-то мне посчастливилось играть в Театре юного зрителя. В протяжении 8 лет я там, кстати, играла. И мой любимый спектакль в нашем репертуаре был как раз спектакль «Незнакомка» по Блоку. Это такая лирика, фантастическая драма-символ с элементами гротеска и вот с элементами из цикла «Снежная маска». И мы, по-моему, кто-то поет, мне кажется, сегодня наверху. Да, это точно. Или кто-то молится. И вот в 2008 году «Смени изменяет память» был какой-то очередной юбилей Блока и мы играли не на нашей обычной сцене Выборгского ДК, а играли в одном из помещений именно музей-квартиры. Это спектакль. Посмотрите, какие здесь замечательные замечательные балюстрады. Все это сохранилось, печь. Квартира Блока, я напоминаю, на четвертом этаже была, но потом, естественно, когда произошла революция и началось уплотнение, их всех как бы переселили, ну, они сами переселились на второй этаж, и там он уже проживет полтора года и уже умрет. А так девять лет он без малого прожил в этой квартире, и здесь будет написана страннейшая поэма двенадцать, которые следует, наверное, отдельно упомянуть. И вот я помню своим ощущением, что каждый раз, когда мы играли спектакль, незнакомка, создавалось всегда ощущение, что ты действительно переносишься в какую-то абсолютно другую эпоху. Я не знаю, как это работало, то есть вот этот поэтический текст, который я произносила, и там другие актеры, вот реально воздействовал волшебно, и это был мой любимый спектакль, и декорации были все в такой какой-то снежной фантасмагории, я вам повставляю несколько картиночек оттуда. И у меня воспоминания о том периоде самые светлые. У Блока было определенное отношение к революции. Вот поначалу он был одним из немногих поэтов, которые действительно поддержали на сто процентов революционные идеи. и он напишет вот эту поэму «12», до сих пор исследователи не понимают, то есть на две группы делятся, те, кто говорят, что да, это полностью в защиту революции, и те, кто говорят, что все-таки это такая сатира, потому что он изображает шайку 12 большевиков, которые ходят, насилуют, убивают, и вообще у них нет никаких границ. И вот непонятно, то есть такая на грани, на грани поэтический текст. И в конце так вообще в белом венчике изрос, впереди Иисус Христос. То есть сначала он нам показывает вот эти все ужасы, которые происходят, а потом, ставя Христа впереди в белом венчике, он говорит, нам намекает как бы, что все это с Божьей благодати, все это с Божьего повеления, с разрешения и так далее. Но надо сказать, что не все большевики поняли, что это там делает Иисус Христос. Многим не понравилось, конечно. когда Блок читал на каких-то поэтических вечерах, то все очень удивлялись. Сейчас с вами посмотрим Литеранскую церковь, эстонскую. Это единственная эстонская церковь в Петербурге. Петербург город многонациональный и эстонцы, немцы, голландцы населяли его самого основания. Вот эта церковь была построена практически полностью на деньги прихожан. Это было еще при Александре Втором. В советскую эпоху, конечно, когда все храмы были запрещены, закрыты, вообще переделаны какие-то другие учреждения. Она была вообще перестроена в стиле конструктивизма. Это уже потом девяностые года перестроили ее восстановили до исторического облика. Это вот такой романский стиль кирпичный, нештукатуренный кирпич. Архитектор эклектики Гарольд Боссе. Там проходит кстати регулярно концерты органные органной музыки. Можем туда заскочить на 2 минуты. Я могу показать как она вообще изнутри выглядит. что когда смотришь снаружи кажется что ой ну там наверное такое огромное помещение. Пойдемте посмотрим. А нет мы знаешь что мы здесь перейдем потому что там уже нет перехода. И мне кажется вы сейчас немножечко удивитесь. внутренним интерьером. Церковь Яни Кирик с эстонского переводя церковь святого Иоанна. Что-то там какая-то потасовка. А ну это прихожане естественно пришли в кофтах Mortal Kombat наверняка они лютеране вот то есть вы оценили фасад мы сейчас зайдем внутрь и окажемся не знаешь чем сравнить советский ДК современный манер поднимемся по лесенке вот такая вот лесенка здесь как в поликлиниках а это ремонт все понятно здесь видимо проходят какие-то ух сейчас услышишь музыку конечно тут какая-то репетиция мы явно не не в тему сегодня а мы хотели просто посмотреть интерьер а хорошо все видите как все в лютеранских цирках все в блестках все в таких блестящих платьях вот если вам нравится такая подобная музыка то конечно рекомендую но обычно здесь народу я вам хочу сказать вот мы недавно были и тут просто толпы на вход потому что органные концерты это конечно отдельный вид удовольствия мы сейчас вернемся с вами на английский проспект и вот я хочу сказать что вот то что мы сегодня с вами видим это на самом деле еще сравнительно много народу хотя как вы видите что совсем немного это еще будний день обычно идешь тут вообще никого нет никогда там даже машины стоят полная тишина и вот вроде в центре вроде бы как будто и нет на вопрос хотела либо я например жить вот в этом районе вот двояко потому что мне конечно нравится историческая часть и вообще старый фонд и но мне не хватает здесь зелени конечно здесь есть некие насаждения но в основном особенно вот есть жаркое лето пыльное то ты идешь вот этот вот ты чувствуешь некий смог поднимается пыль и вот это вот ошветает в воздухе ну не знаю вот мне очень нравится как Гоголь описал этот район когда-то когда-то я даже читаю сейчас цитатку а тут кстати вот бар который мне очень нравится нейминг то есть они просто передвинули переставили буквы в колом в коломне в коломне и получилось гениальное название коломан коломан вы уж сами думайте значит как гугли писал этот район когда-то лучше не скажешь пройдут пройдут немножечко шумные ребятки дадим им пройти которые немножко не вписываются в район коломны они задают шума тут все не похоже на другие части петербурга тут не столица и не провинция кажется слышишь перейдя в коломенские улицы как оставляют тебя всякие молодые желания и порывы тоже чувствуете повею позитивом сюда не заходит будущее здесь все тишина и отставка все что осело от столичного движения сюда переезжают на житье отставные чиновники вдовы небогатые люди имеющие знакомство с сенатом и поэтому осудившие себя здесь почти на всю жизнь что он имеет ввиду что были так называемые решат которые как мы сегодня имели знакомство с сенатом и могли вам подсказать кому дать взятку и так далее и тому подобное потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь выслужившиеся кухарки толкающиеся целый день на рынках болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на 5 копеек кофе до на 4 сахара наконец весь тот разряд людей которых можно назвать одним словом пепельный людей которые со своим платьем лицом волосами глазами имеют какую-то мутную пепельную наружность как день когда на небе нет ни бури ни солнца а бывает просто ни то ни сё ну типичная такая питерская погодка кстати мы с тобой в кое-какой дворик зайдем и давай зайдем в него сейчас кстати где он находится ладно может он впереди пепельный люд жизнь коломни страх уединён редко покажется карета кроме разве что той в которой сидят актёры потому что рядом была и сейчас находится Мариинский театр которая громким звоном добряканьем своим одна смущает всеобщую тишину тут всё пешеходы извозчик весьма часто без седока плетётся таща сено для бородатой лошадёнки своей тут есть старухи которые молятся старухи которые пьянствуют старухи которые и молятся и пьянствуют одновременно в общем и так далее и тому подобное словом часто самый несчастный осадок человечества который бы ни один благодетельный политический эконом не нашёл бы средств улучшить состояние для которых вот то есть всё немножечко так безрадостно и действительно сегодня ну пепельный люд конечно мы сегодня можем встретить замечательно я хочу вам вот этот дом кстати показать это по английскому проспекту дом 14 вот сегодня здесь фабрика Самойлово кстати самое главное кондитерское учреждение предприятия Петербурга хотелось бы кстати чтобы здесь пахло какими-нибудь конфетками но почему-то не чувствую кстати говоря вот этот дом тоже принадлежал ведомству кондитерской фабрики а когда-то здесь был ещё в царские времена завод Жоржа Бормана ребята подумали что я веду беседы сама с собой но я думаю им не привыкать всё-таки они в Питере завод Жоржа Бормана а Жорж Борман был самым главным шоколадным королём Петербурга вот к концу 19 века он его завод производил уже 2,5 миллиона килограмм килограмма шоколада в год и на Невском у них был огромный магазин с такими веганскими окнами в стиле модерн и у них была своя фишечка выпускали шоколадные наборы конфет ну или там манпассие посвящённые какому-то например событию или мероприятию вот не знаю там Титаник утонул всё конфеты с Титаником кто-то значит там не знаю например Дягилев балеты организовал в Париже вот там значит шоколадный набор Дягилева и так далее и это был самый такой наряду если вам не хватало деньги на какую-нибудь побрякушку безделушку от Фаберже к примеру то вы могли замечательный набор конфеток подарить своей тётушке жёнушке там или подружке и мы сейчас подходим к особняку до которого у меня просто периодически сердце замирает голландского поданного гильза фандерпальса вот это типичная эклектика здесь можно смесь встретить вообще смесь всего 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 это и нотки ренессанса это и барокко вот там вот над ходом особенно такие барочные ракайли гильза фандерпальс был голландским подданным голландцев в тот период в Петербурге было не так много порядка 500 человек ребята нам повезло просто ворота открыты они всегда закрыты мы сейчас конечно постараемся зайти потому что это военкомат сейчас ну вот мы зашли если нас никто отсюда не выпрят будет замечательно я почему хотела всегда сюда зайти дело в том что снаружи это эклектика ну это стиль модерн понятно а внутри поскольку он был голландцем он обустроил себе такую мини голландию и вот вы уже узнаете визуально знаменитые фахверковые домики в голландии они встречаются на каждом шагу и он себе соорудил по сути внутри вот такой вот мини уголок своей родины таким все обработаю облицовано необработанным кирпичом мелкая растекловка окон вот вот эта башенка мне очень нравится то есть вот здесь вот ты ходишь и такой ну я наверное в Амстердаме зашел спасибо военкомату вообще что он сейчас здесь не появился и ничего не сказал а вот и появился здравствуйте да просто знаете хотели всегда посмотреть эти домики внутренние но мы уже уходим спасибо успели вот но тем не менее успели если не ошибаюсь проект открытый город водил или водит даже до сих пор сюда экскурсии но сюда можно записываться у меня даже само есть желание это сделать и я вам очень сильно рекомендую потому что там в образцовом порядке содержится здание и там просто идеально сохранившиеся интерьеры в стиле модерн значит вот это меня еще тоже интересует я сомневаюсь сегодня нам повезло только с одним а здесь не очень интересно но да вот эти баннеры мне очень нравятся потому что смотрю здесь как бы такая аллюзия на этих фрейлях 18 века там 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 какой-то не знаю терраска с висячим креслом это особняк помощника сахарзаводчика Леонида Кёнинга особняк Патмеля и там там внутри что меня лично забавляет в цокольном этаже открылся когда-то стриптиз-бар такого полузакрытого типа он называется особняк то есть долго не думая над названием вот кстати логотип такие ножки разножки почему-то W читается хотя как это соотносится ну в общем не важно мне интересно просто папа мне бы понравилось что в его доме открыли стриптиз-бар там кстати говорят коронный номер когда на девушек какой-то такой дождь сльется и они там все мокрые вот как классно отреставрировали потому что я вам покажу я вставлю картиночку еще до 2010 года это здание просто гнило практически в упадке оно было абсолютно вот сюда зайдем вот это уже внутренние дворы жилой флигель дворца Алексея Александровича которого который мы сейчас с вами посмотрим вот это видите тоже такое все новехонькое новехонькое ой там собачка сидит обычно сидят всегда кошечки а то собачь это ты перебиваешься я нормально оба этих особняка которые мы сейчас с вами прошли какие тут ниши а мне когда-то тут нравилась одна фразочка вот она кстати есть вот оба особняка которые мы сейчас прошли гильза фандерпальса и папмеля значит и тот и другое они состояли в товариществе красного треугольника до революции этот завод назывался просто треугольник после революции красный треугольник он специализировался главным образом на резиновых изделиях и одним из таких самых ходовых товаров были естественно калоши то что никаких тапочек не было тапочки это изобретение советской эпохи а чтобы ходить по этой грязи всей прекрасной которой в Петербурге было очень много вы одевали калоши и заходя уже в дом снимали обувь чистая вот этот дом мы еще посмотрим что такое скопление точек притяжения это значит доходный дом Веретенникова по адресу английский проспект дом 3 тоже здание в стиле модерна и вот там вот на самом последнем этаже вы видите окно омегаобразное называется омега полукруглая вот там вот под ним были окошки где жил Распутин Веретенников знал Распутина он ему практически за даром или там за какие-то копейки сдал к 1913 году квартиру там Распутин жил и там именно будет сделана фотография та самая знаменитая групповой снимок когда еще приехал отец Распутина и там сидит Григорий Ефимович Распутин и вокруг него там целая свита включая его поклонниц а в советское время были открыточки забавные потому что конечно личность Распутина ну и вообще мифы вокруг него были раздуты до сумасшествия и выпускались даже такие открыточки как Распутин и его распутницы мы сейчас уже подошли это вид так сказать вид сзади вид со двора дворца Алексея Александровича на мойке мы потом посмотрим его еще с фасадной части значит к концу 19 века 80-х года академику архитектуры мессмахеру было дано поручение построить здесь особняк и вот он построил для Алексея Александровича а Александр Александрович это четвертый сын Александра второго по сути брат императора Александра третьего и личность во всех смыслах одиозная потому что он был знаете таким вот современным языком выражаясь гедонистом лучшим что это они тут так присели как будто медом помазано вроде их тут не кормит никто здесь сейчас находится дом музыки и вот летом я не знаю по-моему у них еще такой мини отпуск осень так регулярно Алексей Александрович был таким вот бон-виваном гедонистом эпикурейцем сибаритом и все бы ничего то есть он любитель женщин любитель вина коллекционер фарфора дорогих вин коньяков там очень любят иногда фоткаться парочки и какие-нибудь девчонки ну и все бы ничего что здесь плохого вы спросите да ничего плохого если бы при этом Алексей Александрович не был еще главой морского ведомства потому что он его развалил по-другому сказать нельзя даже потому что последнее чем он вообще интересовался это было это были наверное дела морского ведомства и то самое знаменитое сражение Цусимское позорное для России поражение в русско-японской войне но оно лежит если не на 100% то наверное на 97% точно на плечах Алексея Александровича но в его жизни был такой эпизод мне кажется переломный и иной раз думаешь что вот если бы все-таки дали человеку поступить как он хотел может быть по-другому бы его жизнь сложилась он в юности влюбился во Фрейлину своей матери это была нормальная абсолютно история потому что с кем еще общаться молодым князьям как не со Фрейлинами и там была такая Сашенька Жуковская Александра Жуковская это дочка того самого поэта Жуковского у которого тоже судьба очень была сложная в общем они влюбились друг в друга достаточно страстно и они потом даже уедут в Италию на какое-то время там они тайно обвенчаются и Сашенька Жуковская забеременеет ну естественно никто бы ему не разрешил вступать в марганатический брак и родители Алексея Александровича начинают чинить ему всякие препятствия для того чтобы разрушить вот эту связь во-первых мать Мария Александровна она сразу ему сразу точнее ей пишет письма о том что если вы его любите то оставьте его в покое и она там устроила свадьбу с каким-то бароном в общем Сашенька уехала за границу там потом всю жизнь проживет родив естественно от Алексея Александровича но он никогда не увидит собственного сына а Александр Александр организовывает поездочку своему сыну в США и вот Алексей Александрович будет первым из Романовых кто посетит США он там даже будет охотиться на бизонов потом это все войдет в его дневники но находясь даже в Америке да и в своих скитаниях он пишет маме свои письма я вот вам сейчас цитатку прочитаю то есть насколько его съедала все-таки любил он очень эту Александру Жуковскую и если бы их не разлучили может быть все нормально бы дальше было из письма матери ты понимаешь что такое чувство иметь жену иметь дитя и бросить их любить больше всего на свете эту женщину и знать что она одна забыта брошена всеми она страдает и ждет с минуты на минуту родов а я должен оставаться какой-то тварью которого называют великим князем и который поэтому по своему положению должен и может быть подлым и гадким человеком не губи меня ради каких-то предрассудков которые со временем и так отпадут но его мольбы не были услышаны к сожалению и вот так вот их судьбы разошлись но он кстати своему сыну которого он не видел я вам напоминаю он оставил 100 100 тысяч рублей серебром такую сумму немалую в общем я вам хочу заметить что насколько вот были двойные стандарты в семье Романовых потому что на секундочку мы вспомним что отец Алексея Александровича сам Александр второй он состоял в марганатическом браке с Катенькой Долгоруковой и ничего ему как бы не помешало то есть он жил распрекрасно в зимнем дворце чуть ли там чуть ли там не рядом со своей супругой Марией Александровной которая думаю ей это очень нравилось конечно же а вот сыну нельзя понимаете вот сыну почему-то нельзя вот вот такие двойные стандарты мы с вами по улице Писарева идем и вот я обожаю это здание это так называемый декорационный магазин архитектор Шрётер но Шрётер вообще основоположник такого кирпичного стиля так называемого когда мы видим голый необработанный кирпич что это за магазин вообще магазинами назывались раньше склады то есть там ничего не продавалось это просто хранение это просто склад нормальная история и там хранились декорации театральные потому что рядом Мариинский дворец естественно декорации занимали первые три этажа на четвертом были мастерские где эти декорации там как-то реставрировали и сооружали в общем в 2000-х годах это здание горело очень сильно и так получилось что потом все-таки решено было его реставрировать вот этот фасад отреставрировали придав ему исторический облик а вот фасад с другой стороны здание очень длинное поэтому туда мы с вами не пойдем странные надписи написано Таша мы все уроним что это означает тут просто в этом дворике когда-то такой мой лучший друг котик с такими глазами бешеными жил но сейчас я его не вижу может он выглянет у него сегодня нет настроения либо он спит если бы увидели его лицо бы очень посмеялись конечно вот но здесь есть другие киски мяу один какой-то щедушный немножечко вот этого котенка мне еще он очень нравится вот видите абсолютно непугливый почему-то вот тот так и не выглянул на нас ну ладно ничего страшного это плешивенький мне тут один гид коллега мой сказал что вот эти лифты называются лифтами-градусниками я сначала не поняла а потом как поняла а пойдем наверное выйдем мы на ту сторону чтобы нам уже подвортил Алексей Александрович ну вот возвращаясь к нашему князю Цусимскому он тратил просто баснословные суммы на вечеринки в Каннах в Биарице он конечно очень обожал как нам здесь выйти помогите обожал Алексей Александрович за границу вообще его кузен вообще об этом князе масса цитат сохранилась местами забавных его кузен говорит значит Алексей Александр Михайлович его в семье звали Сандро брат его двоюродный одна мысль провести год вдали от Парижа заставила бы его то бишь Алексея Александровича подать в отставку действительно так он приезжал когда в Париж он там закатывал просто такие пирушки что уже когда династия Романовых пала уже в 30-е года там вспоминали до сих пор как гуляли русские князья он снимал там все казино ради него там закрывали несколько этажей в отеле самым лучшим вина коллекционные лились рекой он он насыпал золотом каких-нибудь там куртизанок кстати явно тех которых потом писал Тулус Латрек и вот 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 когда все-таки он расстался с этой Сашей Жуковской не по своей воле а вот судьба развела может быть что-то там в нем надломилось как-то все пошло по накатанной потому что естественно своей охоты на женщину не забросил то есть как-то наверное подуспокоился и потом его жизни будет какой-то период другая пассия это Зинаида Скобелева была такая Зинаида Багарне она была супругой герцога Лихтейнбергского который там все время любил попивать все время здесь в полупьяном состоянии находился и надо думать что Алексей Александрович его долги покрывал и поэтому тот закрывал на все глаза и там был даже период когда они втроем как бы жили и все нормально все в порядке вот и про эту Зинаиду Скобелеву говорили что она такая красотка просто что она такая красавица что таких красавиц надо запретить я вот вам сейчас повставляю фоточки и вы посмотрите что ну на любителя на любителя конечно меня сложно судить потому что это наверное вкусовщина да и вкус начала 20 века отличались от современных на каких-то фотографиях она еще ничего ну а где-то уж совсем так вот он там влюбился в нее без памяти и безумные суммы тратились конечно откуда эти суммы шли они брались из морского ведомства и у Алексея Александровича вообще была любимая его цитата когда дело касалось обсуждения грядущей войны и вообще что с этим всем делать он говорил мне на все наплевать то есть вот какое-то такое было наплевательское абсолютно отношение вот как оно пойдет так оно и пойдет ну и к сожалению вы знаете исход чем все закончилось конечно после Цусимского сражения он сам но он уже может быть почувствовал этот гнет который на плечи его лег и он уже сам подал в отставку кстати что касается давай вот так вот срежем чтобы не ходить два раза что касается Александра третьего вот это была ошибка роковая Александра третьего что он оставил на пост точнее он не оставил он назначил на пост своего брата а роковой ошибкой Николая второго была то что он все-таки оставил своего дядю на этом посту хотя он абсолютно все понимал но как мы с вами помним у Николая второго была какая-то бесхарактерность некоторая и он вообще своего дядю побаивался несмотря на то что ему уже все окружение говорило что ты что не видишь что происходит он все прекрасно видел но никак не мог его убрать да и после русско-японской войны Алексей Александрович подает в отставку и уезжают как вы думаете куда с трех раз угадайте конечно же в Париж может быть он вообще всю жизнь мечтал чтобы так получилось там он кстати недолго проживет в 1907 году он умрет от какой-то обычной простуды но потом при вскрытии конечно там будет видно что печень оставляет желать лучшего и легкие и так далее потому как столько пить ну и явно курить потому что они все дымили ну и вести образ жизни определенный но он был знаете вот таким вот вот люблю жизнь люблю покутить вот ему бы быть просто каким-нибудь не знаю вот не князем на которого невеликим князем на которого ложится такая большая ответственность совняк Шрётера знаменитый здесь как его знаете любят называть в разных статьях масонские значит это а мы сейчас еще с тобой решеточку посмотрим Алексея Александровича потом вернемся к видите иногда приходится вот такими круголями обходить потому как особняк этот закрыт как бы ну хотелось бы чтобы пускали хотя бы в этот внутренний дворик очень красивый но туда можно зайти только если вы покупаете билет на концерт и тогда да тогда вы увидите интерьер и тогда вы все увидите либо экскурсии вот летом экскурсии нет возможно они к осени возобновятся но это мы еще посмотрим то есть обычный человек туда не зайдет если вы так идете идете ой что это за красивый особняк дай-ка я зайду хотя бы посмотрю но нет при этом ворота специально вот специально нагло все сделано ну здесь можно увидеть внутренний дворик особняк на самом деле гигантский у него и внутри было устроено то есть это и снаружи такая эклектика помесь всего и стиль ледовика 16 с таким венским стилем и внутри там у него были интерьеры по разным странам вот видите я думаю что в вензелях вы сами узнали ааа две буковки а алексей александрович картуши красивые над дверьми у него здесь находился один из самых лучших если не сказать даже лучше чем в зимнем дворце винный склад там там сотни вин но для фотосъемки да обойдите с улицы писарева но как бы там вы только дворовую часть видите как бы вот сюда вы ну как не зайдете ну спасибо хотя бы так хотя бы так я думаю с осенью нет никаких проблем пойти сюда на экскурсию поэтому так вот у него находился здесь один из самых лучших винных складов сотни самых дорогих марок вин более сорока сортов водки там и водка Елисеевых и яхтенный клуб и седьмое небо и какие только коньяки наливки и настойки здесь не выносили вам по первому вашему требованию потом он был известным коллекционером фарфора коллекционером женщин как мы уже с вами поняли в общем человек не для морского ведомства это точно мы медленно но верно подбираемся к новой голландии но сейчас на уголочке еще раз остановимся около особняка шретера хочу сапожок подтянуть сапожок немножечко сполз но это конечно и сразу да ты поснимал ладно сапожки иногда бывает у них так что они сползают вот здесь на набережной мойки как мне нравится этот домик просто уголок старой праги в петербурге или старого таллина что-то такое пропускает нас спасибо это знаменитое опять же мы с вами видели здание территориальной декорации это личный особняк Виктора Шрётера Шрётер творец эклектики но в первую очередь он ввел он ввел в архитектуру использование в облицовке вот такого кирпича здесь он как бы светлый да а вот там вот он вообще темный кирпича обожженного в очень высоких температурах кирпича высочайшего качества можно немножечко отсюда показать издалека этот особняк его будет получше видно а точнее особняков здесь два значит вот этот особняк справа принадлежал самому Виктору Шрётеру он для его семьи и был построен у него было восемь детей он здесь жил со своей супругой и его семью детьми вот этот особняк он сдавал и я хочу показать окна очень необычные даже не сами окна а выступающие такие треугольные эркеры из фасада это не просто декоративный элемент я сейчас объясню зачем это было сделано вот смотрите в 30-е года 19-го века вот здесь построили тюрьму о ней я попозже скажу это тюрьма морского ведомства и вот чтобы люди все-таки из окон лицезрели не тюрьму а например вот если они смотрят туда направо они видят все-таки край новой голландии вот сюда они смотрят замечательно на адмиралтейские верфи на тюрьму их взор не попадает поэтому все было продумано ну и конечно почему вот этот особняк любят очень назвать масонским особняком хотя он никакой не масонский в данном случае здесь есть символ на фасаде читаемый вот этот символ прямо на центральном окном циркуль и треугольник иногда бывает наугольник но в данном случае просто треугольник ну конечно у масонов есть такой же знак мы с вами прекрасно знаем но в данном случае это знак архитектурный потому что это древний символ архитекторской гильдии и в данном случае он не имеет никакого отношения к масонской символике вот Виктор Шрётер не входил никакую ложу масонскую поэтому это не об этом друзья мои новая Голландия одно из самых петербургских на мой взгляд мест потому что действительно ведь Пётр задумывал Санкт-Петербург не как северную Венецию а как мой новый парадис новый Амстердам северный Амстердам и вот вот это место как нельзя лучше пропитано голландской атмосферой если кто-то из вас когда-то был Амстердам то вы понимаете о чем я говорю есть во-первых очень много воды и остров Новая Голландия он рукотворный еще в Петровские времена были прорыты каналы потому что ведь в той части было Адмиралтейство и вам нужно было точнее я сейчас неправильно показываю север с югом перепутала значит нужно было возить лес с Новой Голландии до Верфей и это было очень удобно сделать по вот таким каналам которые были искусственно прорыты и в итоге образовался такой неправильной формы треугольник вот в этой части в Коломне здесь все напоминало Петру о Голландии конечно при Петре вот этих зданий не было мы должны понимать что там были исключительно такие деревянные пакгаузы это все будет позже построено но там хранился корабельный лес Петр там выстроил собственный дворец для отдыха когда мы говорим дворец Петра вы сразу вспоминаете его домик Петра потому что зная характер Петра он там не выстроил себе какие-то барочные интерьеры мне кажется это была просто избушка какая-то наскоро построенная уже при Елизавете новую Голландию отстроят в кирпиче по проекту Саввы Чевакинского вот это одно из моих самых любимых мест в Петербурге арка Вален де Ламото а дело в том что когда Саввы Чевакинский спроектировал кирпичные пакгаузы внутри острова то нужно было как-то это пространство облагородить снаружи чтобы оно вписалось в городскую среду и это были 70-е годы 18 века засилье стиля классицизм Вален де Ламото творец стиля классицизм и он спроектировал вот эту арку портал действительно если бы мы с вами не знали что внутри было и что действительно там находились складские помещения то есть по сути утилитарное учреждение то ты идешь по набережной и тебе кажется что вот ты видишь вот эту арку ощущение каких-то римских руин и кажется может быть там внутри великокняжеские усадьбы может быть там какой-то дворец шикарный но нет там всего лишь хранили кораблестроительные леса и ну какие-то суденышки там тоже конечно делали что интересно по первоначальному проекту было задумано оштукатурить внешнюю часть здания как это сделано практически 99% случаев в городе когда мы говорим о классицизме но тут наступила русско-турецкая война и денег не хватило просто было не до того и слава богу что мы видим вот этот голый кирпич и вот это вот такая вещественная теплота натурального материала абсолютно сюда не просится никакая дополнительная отделка и даже создает дополнительное ощущение вот этих римских романтичных руин мы зашли с вами внутрь Новой Голландии и когда-то при Петре лес хранили корабельный под водой потом уже на голландский манер его стали хранить вертикально для того чтобы он лучше проветривался и уже при Екатерине по Гаузе при Елизавете точнее по Гаузе выстроили в кирпиче что изначально они были все деревянные вот этого не было при Петре по проекту Саввы Чевакинского были построены склады а фасады оформил с наружной части Вален де Ламот вообще Вален де Ламот французский архитектор он больше такой фасадный действительно оформитель вот ну к концу 19 века уже перестали делать корабли из дерева и как-то вот это вот это помещение вот эти вот места они перестали использоваться по назначению и здесь с тех пор что только не было то есть здесь были склады всего что только можно потом практически на весь 20 век остров принадлежит морскому ведомству военному ведомству и вплоть до 90-х годов да и в 90-е это такое закрытое место куда нам с вами нельзя было попасть честно говоря вот так как мы с вами сегодня гуляем то конечно здесь и близко этого не было и на долгие годы это просто некое такое вот изолированное место в центре города и никто не понимал что здесь происходит были конечно смельчаки которые пытались любители забросов они пытались забраться сюда каким-то образом в итоге ничего здесь по сути не находили и не знаю что они ожидали здесь увидеть потом уже ближе к 2000-м годам все-таки была мысль как-то восстановить вот это культурное пространство при этом непонятно было то ли здесь все сносить и делать что-то совершенно новое то ли все-таки вот эти складские помещения то есть утилитарного назначения как-то их все-равно использовать была даже идея Нормана Фостера кстати мы сейчас с вами спустимся наверное на пирс который является в зимнее время катком вот видите какие дружественные таблички понтон открыт в хорошую погоду а в плохую закрыт как он трясется приятно так трясется и был даже проект Нормана Фостера знаменитого американского архитектора который спроектировал известный знаменитейший мост в лондоне мост миллениум обожаю этот мост кстати и стадион уэмбли и многое многое другое но он хотел здесь делать что он предлагал складские помещения оставить но посередине выстроить что-то в таком стиле хай-тек все-таки какой-то концертный зал или филиал музея современного искусства в итоге не случилось может быть слава богу потому что в проекте Нормана Фостера у нас не было бы восстановленной исторической части это было бы вот как бы склады были бы вспомогательной частью но они бы как таковые не использовались да как сейчас и потом уже в 2011 году они объявляют конкурс архитектурный на лучший проект по восстановлению вот этого острова и побеждает фонд Абрамовича они нанимают голландскую фирму West State вы чувствуете да голландская остров Новая Голландия они наняли голландскую фирму и все как-то здесь сошлось и таким образом здесь открывается пространство уже первые здания начинают функционировать точнее ну не здания а так сказать первые какие-то объекты могут функционировать с каждым года и так мало помалу с каждым годом все новое новое тут что-нибудь интересненькое открывается я вам хочу показать как вообще они модернизировали вот это культурное пространство и это чуть ли не самый лучший вариант проекта городской урбанизации который мы можем только себе представить потому что когда здесь гуляешь ты тут как-то воспринимаешь себя просто комфортно но ты не задумываешься о том что здесь продумана каждая мелочь во-первых любая решеточка люк и так далее любой фонарик это все брендированное здесь все будет с фирменным символом Новой Голландии это чайка потому что чаек много в Петербурге именно поэтому выбрали чайку пойдемте покажу как выглядит детская площадка это тоже отдельного разговора заслуживает во-первых это такой огромный корабль то есть это кстати не просто корабль а это точная копия но в масштабе 80% от оригинала фрегата Петр и Павел который когда-то был у Петра посмотрите детская площадка но здесь нет никаких таких цветов вырвы глаз вполне природный оттенок просто дерево приятное на ощупь и вот даже честно говоря самой хочется там полазить мне кажется там внутри очень много интересного интерактивного и мне кажется что это главный признак хорошей детской площадки плюс посмотрите что здесь у нас на земле мелкая округленная галька то есть она абсолютно не острая поэтому если даже ребенок падает с высоты откуда-нибудь это абсолютно безопасно огорожено все не каким-то дурацким забором а вот такой вот тоже стилизованной подморскую стилистику а почему меня спрашиваете да перелезайте так какой-то проход может люди подумали что я персонал я очень похожа на персонал вот смотрите как весело ой но это еще не все сейчас будет рай для родителей вот много ли мы знаем площадок вообще в городе где к примеру вот банальная вещь но здесь есть например навес потому что ну это сегодня погода замечательная а так дождь пошел вот родители пожалуйста или мне надо под солнцем опять же запечься они там в теньке себе отдыхают потом камеры хранения тоже можно что-то оставить я вот не помню чтобы у нас было много таких площадок ну приятное во всех отношениях место кстати каждый вечер я это видела я приходила сюда работники они берут и просеивают вот эту галечку чтобы она видите была идеальная ровненькая чистая и вот с каждым годом пространство Новой Голландии оно обновлялось в 2016 году здесь высадили многолетний травянистый сад давайте прочитаем и тут даже инструкции что можно что нельзя значит можно гулять по дорожкам нюхать то есть нюхать можно фотографировать узнавать срывать нельзя трогать нельзя ну трогать нельзя хотя иногда даже вот руки-то чешутся это проект в студии ландшафтного дизайна мох и они подобрали не случайно определенные растения вот с самым главным растением кстати здесь столько шмелей вот это как вы думаете что трогать нельзя я понюхаю ну так он не пахнет конечно соцветия это шалфей он здесь таким вот особнячком растет и здесь высажены многолетние растения которые растут именно вот в нашей широте чтобы за ними не надо было знаете вот чрезмерно как-то ухаживать при этом насколько это все гармонично смотрится здесь когда-то находилось действительно здание кузни то есть была кузница и как они вписали концепт ресторана бывшее здание кузни назвать назвав ее одноименным словом действительно там ресторан есть либо вы можете что-то взять в этом ресторане или в других кафешках и например вот здесь замечательно поесть так посидеть никто не мешает прекрасно от сада веет такими вот ненавязчивым ароматом приятным основная фишка Новой Голландии которая также глазу обывателя может быть не сразу заметна кстати заметите все огорожено специально ограждено еще дополнительной решеточкой чтобы вы не переносили вот эту гальку и не загрязняли тот же газон вот это вот ливневочки чтобы вы не ходили тут по луже а чтобы у вас бац так все слилось и вот все удобно отдельного внимания заслуживает газон во-первых я сюда спокойно выйду совершенно у меня даже немножко екает сердце потому что обычно мы с вами как только ступаем на газон сразу выходит охранник может нам по голове дать газон это вообще знаете очень дорогое удовольствие не надо думать что просто травка которую ты подстриг нет это специально высаженный газон он приезжает в таких вот рулонах свернутых причем именно этот газон высочайшего качества он чистый он очень плотно высажен за ним очень дорого ухаживать хочу вам сказать и на нем действительно приятно сидеть вот я сейчас сяду и не создается ощущение что ты там сидишь в какой-то влаге ты сидишь там в какой-то грязи он даже какой-то прорезиненно чистый и ты встаешь и ты совершенно даже без пастилочки ты нормально посидел вот то есть газон это просто отдельная фишка именно Новой Голландии плюс смотрите думаете это случайно вот это называется так называемая мульча основание деревьев то есть нету здесь голой почвы на Новой Голландии вы абсолютно не найдете почва всегда закрыта так называемая отсев или отсыпь например здесь кора могут например каким-нибудь гранитным отсевом тоже засыпать чтобы ветром грязь эта вся не переносилась по всему острову вот и все павильоны вот это конечно это новодел то есть если вот то что мы сами видели в красном кирпиче это все историческое то вот это все равно вписано в концепт Новой Голландии все это как-то очень сочетается мы сейчас с вами зайдем в здание которое было построено вот я хочу еще сказать люки то есть вы не найдете здесь каких-то страшных убогих люков во-первых люки здесь всегда только по центру дорожек они знаете где-нибудь там вот по-уродски где-нибудь в боку они там воткнуты только по центру дорожки и всегда брендированные с чайкой вот эти мелочи очень дорогого стоят ливневочки да все это оп стекает за этим следит целая команда остров Новая Голландия является именно местом отдыха поэтому вы здесь на велосипедах ездить не можете но замечательная парковка пожалуйста имеется потому что это место создано именно чтобы отдохнули там с семьей с детьми и полежали безопасно на газоне чтобы вас там не сбил какой-нибудь самокатчик или велосипедист и чтобы на вас никто не наехал да кстати почта Новая Голландия есть вот это информационная будочка а кстати давай зайдем секундочку информационная будка здесь можно купить и сувенирную продукцию но мы возьмем сейчас планчик кстати очень удобный если вы запутаетесь то пожалуйста вы открываете и тут все понятно абсолютно где что все для вас объяснено вот мы сейчас вот здесь находимся около здания бутылки и мы зайдем это уже не 18 век это уже 30-е годы 19 века это тюрьма морского ведомства это первая в России тюрьма где использовалась пенитициарная система то есть у заключенных была работа в камерах они буквально только спали а днем они работали и им как бы капало на их счет пусть не большая но зарплата они потом выходили на свободу и какая-то сумма денег уже была пойдем внутрь конечно вам по выходным не очень рекомендую сюда приходить а вот по будням видите воздух между людьми все-таки какой-то имеется выходным здесь вы просто не сантиметра живого не найдете вот видите действительно круглая в плане здание кирпичное архитектора Штауберта ему кстати было не привыкать строить подобные учреждения и он сам уже в шутку стал называть здание башня потом бутылкой оно круглое как основание бутылки потом это уже вошло в обиход и собственно сейчас культурный кластер тоже так и называется отсюда пошло кстати выражение не лезть в бутылку то есть не нарываться а то сядешь тюрьму давай давай зайдем внутрь так а внутрь мы зайдем вон летом сюда каждый резидент выносит свои будочки на улицу вот то есть насколько грамотно все восстановлено в принципе флер тюрьмы он действительно присутствует но тем не менее все просто вылезано до миллиметра когда-то здесь на первом этаже была тюремная тюрьма пекарня кухня тюремная складские помещения а вот на втором были как раз таки камеры кстати я хочу сказать туалеты здесь вполне очень приличные сделаны то есть очень дружественная среда мы вышли я хотела найти лестницу наверх вот она сейчас будет вы знаете сколько бы раз я не была в Новой Голландии в бутылке я всегда путаюсь вот в этом округлом помещении я думала только у меня такое нет архитектор которым было поручено реставрировать и как-то преобразовывать эту бутылку они тоже говорили что круглое помещение вообще тяжело для восприятия человека у нас глаз привык жить вот мы привыкли с вами жить четырехугольной или там всякие в каком-то прямоугольном пространстве и глазу есть за что зацепиться а в круглом помещении ты идешь идешь и ни конца ни края кстати тюрьма Трубецкого Бастиона точно так же устроена по круглому принципу и ты идешь и у меня ощущение что ты как-то тут вроде уже был и как-то круг замкнулся вот на втором и третьем этаже мы сейчас находимся с вами на втором на втором и третьем находились камеры арестантов а сегодня это такие знаете всякие всякие якие магазинчики книг по искусству винила каких-то аксессуаров для дома селективных ароматов вот я уже почувствовала запашочек знакомый оттуда и зацените вот это голландская плитка вот сразу вспоминается картины Яны Вермеера и кого еще ну Рембрандта в меньшей степени такое есть вот это типичный такой вот голландский флер при этом они не сделали какие-то знаете дурацкие вот заклепочки на как вот на современных окнах а все вот на манер то есть вот каждая мелочь продумана сегодня конечно здесь гуляешь и думаешь ну классная тюрьма я бы не отказался от такой наверное закрыто заказать и пойти на улицу слушай я смотрю там есть уникон ну как обычно что люди любят делать в культурных кластерах самое главное они там любят поесть и выпить безусловно здесь проходят и фестивали альтернативного кино и музыкальные фестивали и выставки современного искусства ну любой день перейдешь нас конечно первую очередь это покушать выпить вот впереди этот домик это когда-то был дом коменданта это кстати одно из последних открытых здесь именно пространств где действительно жил комендант острова а сейчас так называемое пространство моя школа знаешь что пойдем еще разок туда пространство моя школа там настоящая начальная школа где учатся дети от с 1 по 5 класс им в пятом классе действительно выдается обычный нормальный человеческий аттестат но естественно она частная она платная там в классах всего по 12 учеников но если вам интересно зайдите у них есть отдельный свой сайт расценочки посмотрите и на газонах причем в свободном доступе в свободном пользовании вы можете это взять никто там ничего не скажет вы можете посидеть как на таких мягких мешках на эти такие кресла мешки но что более романтично вот не знаю увидим мы сегодня таких да вот по-моему они там сидят это первое в Петербурге использование уличной мебели то есть если кто-то из вас был в Париже вот по типу стульчиков в Люксембургском саду смотрите дамы дама сидит видите такие расслабленные стульчики причем не по типу как в Люксембургском саду а по-моему даже копия абсолютно вот кто-то кинул мусорку это не очень хорошо даже есть своя сцена как вы видите здесь проходят летние концерты а зимой вот на то в том водоеме который называется ковш там каток прекрасный ну что друзья в принципе сейчас вот так вот засяду с вашего позволения на этом наша экскурсия по Коломне подошла к концу всем спасибо встретимся на моих экскурсиях по Эрмитажу и по музею Фаберже с вами была гид по Петербургу Элина Ямышева всем пока Никогда не забуду он был или не был этот вечер пожаром зари сожжено и раздвинуто бледное небо и на желтой заре фонари я сидела у окна в переполненном зале где-то пели смычки о любви я послал тебе черную розу в бокале золотого как небо а и ты взглянула я встретил смущенный и дерзко взор надменный и отдал поклон обратясь к кавалеру намеренно резко ты сказала и этот влюблен и сейчас же в ответ что-то грянули струны и ступленно запели смычки но была ты со мной всем презрением юным чуть заметным дрожанием руки ты рванулась движением испуганной птицы ты прошла словно сон мой легка и вздохнули духи задремали ресницы зашептались тревожно шелка но из глуби зеркал ты мне взоры бросала и бросая кричала лови аммонисто бренчала цыганка плясала и сжала заре о любви спасибо что смотрите мои видео друзья до новых встреч увидимся на моих экскурсиях пока 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 пока